Российская пропаганда известна тем, что очень любит клеймить Запад в русофобии и рассказывать небылицы про загнивающую Европу, в которую может верить только скрепный плебс, который там никогда не был. В то же время сами пропагандисты в свои сказки не верят от слова «совсем», а их работа не более чем форменный развод для дураков, смотрящих скрепные телеканалы. Поэтому пропагандисты Запоребрика прекрасно чувствуют себя в Европе и поголовно имеют недвижимость в уютных уголках Старого Света, а также виды на жительство в европейских странах. Разводить народонаселение – занятие крайне прибыльное, скрепный лох у пропагандистов всегда в почете, поэтому живут завсегдатые российских телеканалов в замках до виллах по Италиям до Испаниям. Но, несмотря на беспринципное лицемерие этих товарищей, эффект бумеранга еще никто не отменял. И вот он, похоже, достигает и вожатых скрепные мысли. Известно, что сейчас на России в ходу так называемое «вскрытие иностранных агентов влияния», которые якобы растлевают неокрепшие умы обитателей РФ. Историю вокруг этой правительственной инициативы раздувают в первую очередь и вышеназванные пропагандисты. Но вот незадача. Активная борьба с западным влиянием внезапно создала обратный эффект и под определение иностранных агентов попали сами пропагандисты, поскольку почти все из них имеют гражданство других стран или, как минимум, вид на жительство. В числе таких товарищей оказался один из самых видных, глашатая в путинской политике, Владимир Соловьев, за признание которого иностранным агентом на сайте change.org начался сбор подписей под соответствующей петицией. Для многих фанатов данного пропагандона возможно станет открытием, что он только на словах щебечет соловьем о загнивающем Западе и повсеместной русофобии, а на деле он давно является резидентом Италии, имеет вид на жительство и виллу. Авторы петиции за признание пропагандиста иностранным агентом указывают, что согласно его статусу, данный товарищ работает в интересах итальянского государства, так как настоящий патриот России не может вкладывать деньги в страны, которые ведут недружественную политику в отношении России. Авторы утверждают, что Владимир Соловьев ведет завуалированную пропаганду европейских ценностей и продвигает интересы европейского государства по центральному телевидению страны. Более того, Соловьев высоко ценит вклад в мировую историю фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, которого Соловьев характеризует как «очень смелого человека». Что ж, нельзя не отметить довольно изящный степ авторов петиции в отношении пометчика. Он действительно ведет настоящую подрывную деятельность устоям государства, демонстрируя вопиющее потакание европейскому образу жизни. Поэтому на него более чем на кого-либо должны распространяться положения закона об иностранном влиянии. Фактически, Соловьев – это прямая гентура страны НАТО, и все российское ему на самом деле чуждо, так как красивые берега озера Комо, где у него роскошная вилла, это совершенно не скрепно и разительно отличается, например, от Рязани. Резюмируя, скажем, что российские пропагандисты давно заработали себе место на лавке с путинской компанией на грядущем аналоге Нюрнбергского трибунала, поскольку наравне с кремлевскими старцами заслужили петлю за пропаганду войны и шовинистической политики. Вышеназванная петиция этого, конечно, не приблизит, но с другой стороны забавно наблюдать, как пропагандисты сами попадают в когорту тех, кого они с пеной у рта клеймят на своих передачах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова